К нашему эфиру присоединяется Иван Фёдоров, городской голова Мелитополя. Иван, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Да, приветствую вас. Иван, скажите, какая ситуация сейчас в Мелитополе? Ведь местные жители продолжают показывать оккупантам, что у них нет никакого будущего на временно оккупированных территориях. Девушка даже флаг сорвала российский, за что её принудили извиниться на камеру и грозит тюрьма. Да, хотелось бы с этого начать. Это то, что выделяет нашу территорию и в целом все оккупированные территории, то, что не укладывается в голове у врага. Год и три месяца полной оккупации. Они рассчитывали о том, что они получат содействие от местных жителей, от местных властей, а получают наоборот. Через более чем год оккупации сопротивление, где наши жители не боятся в публичных местах срывать флаг России и показывать, демонстрировать свою позицию. Всё понятно, что потом под дулом автомата они заставили писать какие-то раскаяния на видео. А теперь, к сожалению, есть вероятно, что отдадут под свой фейковый суд эту девушку. Но, тем не менее, это показательная демонстрация своей проукраинской позиции. И все жители Мелитополя её продолжают показывать. А вот коллаборанты, те, которые остались на временно оккупированной территории, всё-таки ищут для себя другие подходящие места для жительства. Мы говорили о том, что когда враг объявил свою фейковую эвакуацию с ряда территорий Запорожской области, сразу же наши жители начали видеть массовый отток коллаборантов, которые приехали с континентальной России. Так вот, теперь мы видим уже, что не только те, кто приехали с континентальной России, выезжают из временно оккупированного Мелитополя, а уже и те коллаборанты, например, старшие по домам. У нас есть подтверждённый факт, что двое старших по домам выехали из временно оккупированного Мелитополя. Одна на территорию временно оккупированного Крыма, вторая на территорию Ростовской области. А выехали по одной простой причине. Они принимали участие в организации фейкового референдума, что является противозаконным, что является предательством нашей страны, за которое точно придётся ответить. И сегодня мы видим такой отток коллаборантов и оккупантов, и это в том числе является следствием того, что сопротивление только усиливается на временно оккупированных территориях. Иван Сергеевич, хотелось бы с вами обсудить ещё то, как живут простые мелитопольцы сейчас во временно оккупированном городе. Вот эти освободители изначально говорили, и, конечно же, обещали с помощью пропаганды, демонстрируют, как хорошо живётся на всех временно оккупированных территориях. Но есть информация, что на самом деле продукты питания, не говоря уже об одежде, покупка одежды сейчас во временно оккупированном Мелитополе, вообще удел для очень богатых людей. Одним словом, как живётся вот в таком бытовом плане жителям временно пока что оккупированного Мелитополя? Спасибо за вопрос. Постараюсь привести такие примеры, чтобы они были, легли на сознание всем жителям нашей страны. Ну, первое. Ты не можешь по своему решению выехать из временно оккупированного города Мелитополя, например, в Бердянск. Тебе нужен спецпропуск. Ты обязан будешь пройти как минимум на пяти блокпостах детальную фильтрацию. Что это означает? Это означает, будут проверять твои вещи в машине, будут проверять твой телефон, особенно будут смотреть твои мессенджеры. Если у тебя есть приложение Диа, так всё, ты можешь быть обляданным врагом народа. Соответственно, свобода перемещения не существует. Второе. Когда ты пойдёшь на рынок покупать продукты, ты купишь мясо в четыре раза дороже, чем оно стоит в Запорожье, Днепре или Киеве, или же овощи, которые стоят в два раза дороже. О каких-то продуктах не местного производства или ассортименте продуктов вообще речи не идёт на сегодняшний день. Более жёсткая и сложная ситуация с медикаментами и с медицинским обслуживанием. Его на сегодняшний день, так как такового, нет на временно оккупированной территории Запорожской области. Когда враг объявил свою фейковую эвакуацию, то тяжёлых пациентов из Энергодара, Токмака, Васильевки, они перевезли всех во временно оккупированный Мелитополь. Тем самым выписав всех тех пациентов, которые также нуждались в медицинской помощи. Поэтому сегодня доступ к медицине также ограничен. Поэтому есть уже заезженный, но абсолютно чётко иллюстрирующий ответ ситуации на сегодняшний день во временно оккупированной территории. Живут как в тюрьме. Бесправно, в нищете. Именно этого добивается враг для того, чтобы погрузить в панику и в нищету наших жителей в надежде на то, что в таком случае получат от них содействие. Скажите, а есть ли планы уже восстановления временно оккупированных территорий после их освобождения? Если те, кто готов помочь нам в этом... Мы же понимаем, в каком состоянии оккупанты оставляют. Мы же видели, да, после оккупации, что вообще происходит с некогда цветущими украинскими городами и сёлами. Спасибо вам за вопрос. Действительно, наш Мелитополь был один из самых преуспевающих, быстро развивающихся городов до 24 февраля 2022 года. И теперь наша задача сделать так, чтобы когда наши героические военные освободят наш город Мелитополь, сделать так, чтобы его темпы развития ускорились. Сегодня вокруг нас объединяется весь цивилизованный мир, и вокруг отстройки и помощи нашим городам также будет объединяться большое количество стран. На этой неделе мы будем вести переговоры с рядом скандинавских стран по трём направлениям. Первое, конечно же, нам необходима будет помощь в первые 100 дней для того, чтобы восстановить жизнедеятельность нашего города. Мы видели практику Херсона, когда разрушенный город после себя оставляют безработающей инфраструктуры враги. Практику Харьковской деоккупированной части, деоккупированной Харьковской области, когда также всё воруют и всё выносят. И мы видим уже сегодня практику, когда с Энергодарской больницы, так Макской больницы уже всё вывезли, хотя ещё не побежали с этой территории Запорожской области. Поэтому первая часть взаимодействия – это всё-таки быстрое восстановление. И цель этого взаимодействия – чтобы наши жители могли как можно быстрее вернуться к себе домой, потому что все хотят. А вторая часть – это про будущее. Это про образование, это про строительство новой сильной экономики при Азове, для того, чтобы это будет лучший ответ врагу России, если мы построим успешное государство с успешным развивающимся при Азове. Да, на самом деле это очень важно. Иван Сергеевич, большое спасибо, что нашли время. Не знаем, что его у вас немного. Иван Фёдоров, городской глава Мелитополя, присоединялся к эфиру телеканала «Фридом». Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok